Вспоминая ящериц, многие люди представляют себе небольших по размеру юрких существ, за которыми многие наблюдали в детстве. Они не ассоциируются со словом «опасность» и вызывают только приятные впечатления. Однако некоторые ящерицы могут быть весьма опасными, и для человека в том числе. 5 самых опасных ящериц в мире Обыкновенная игуана В дикой природе обитает в Центральной и Южной Америке. Она завоевала огромную популярность в качестве домашнего питомца. Сегодня представителей данного вида можно видеть в любительских террариумах по всему миру. Однако характер рептилии не такой уж покладистый, и многие ее владельцы получали в итоге многочисленные и трудно поддающиеся лечению раны. Игуана прекрасно умеет кусаться и драться когтями, если ощущает опасность или просто не в настроении. Зубы у ящерицы очень острые, широкие и плоские в форме листа с мелкими зубчиками по краям. Игуаны являются исключительно травоядными, употребляя в пищу листья, побеги, цветки и плоды тропических растений. Взрослые особи достигают в длину полутора метров при весе 7 килограммов. Стоит ли заводить подобных экзотических питомцев дома? Об этом стоит подумать неоднократно, прежде чем покупать игуану. Нильский варан является крупнейшей и одной из самых широко распространенных ящериц в Африке. Нильские вараны живут вдоль одноименной реки по соседству с крокодилами. Они имеют мускулистое туловище, сильные ноги и мощные челюсти. Нильские вараны могут вырасти до двух с половиной метров и весить 20 килограммов, успешно поедая все, что попадается на пути, и пользуясь не только зубами, но и возможностью передать опасные бактерии через укус. В их пасти в изобилии обитают болезнетворные бактерии, а сила укуса позволяет ломать жертвы кости. В случае опасности они тоже атакуют, убегать вараны не любят, и в большинстве схваток выходят победителями. Огромные ящерицы настолько бесстрашны, что свободно разгуливают возле гнезд крокодилов, рассчитывая полакомиться их яйцами. Несмотря на агрессивный нрав, люди порой продают варанов в качестве питомцев, однако выбирать такую рептилию для дома не стоит, так как она может нанести человеку серьезные травмы. Аризонский ядозуб Эта ящерица считается самой ядовитой в мире. Местные жители Мексики и юго-западных штатов США, где обитает ядовитая ящерица, боятся ее укусов больше, чем укусов змеи. Аризонский ядозуб имеет еще одно название – хиломонстр, которое дано по реке Хило в Аризоне. Ящерица обладает загнутыми зубами, впрыскивающими яд в тело жертвы, и выделяемой дозы яда с лихвой хватает даже на быка. Челюстной аппарат данной ящерицы устроен не так, как у змей. У нее ядовиты все зубы, а не только передние, поскольку все смачиваются ядом. Разумеется, что небольшие ящерицы не питаются крупными теплокровными. Их повседневной едой становятся птенцы-змеи-грызуны. Кусается она только для самозащиты. Длина тела ядозуба достигает 60 см, и его легко узнать по ярким пятнам оранжевого, красноватого или желтого цвета. Ядозуб – пустынный житель, который любит песок и камни. Нередко живет около ручьев в пустынной местности. Водяной варан Встречается по берегам каналов, рек и других пресных водоемов, на морских побережьях и в мангровых зарослях Юго-Восточной Азии. Хорошо плавает и ныряет. Под водой может находиться до 30 минут. Иногда забирается на растущие около воды деревья, но не высоко. Основная краска водяного варана – черная с рядами крупных желтых глащитых пятен и мелкими желтоватыми пятнышками на спине. Может достигать в длину 3 метров и весить более 20 килограммов. Обычно это падальщик. Однако если вараны чем-то возбуждены, они могут атаковать и живую добычу, включая человека. В еде они совершенно неразборчивы, им подходит любая падаль. Нападая на живую добычу, наносят многочисленные укусы. Достаточно крупные вараны могут отбирать добычу у других хищников, таких как красные волки, бродячие собаки и шакалы. Они отпугивают их резкими ударами хвоста. Комодский варан Самая большая и опасная из ныне существующих ящериц. В настоящее время вид распространен на индонезийских островах Комода, Ринча, Флорес и Гилиматанг. Комодские вараны могут вырастать более трех метров в длину и весить 150 килограммов. У них имеются пильчатые зубы, напоминающие таковые у хищных динозавров и составляющие эффективный режущий инструмент. Диета взрослых комодских варанов состоит в основном из крупных копытных млекопитающих, но они также не брезгуют другой добычей, в том числе падалью и своими сородичами. Варан способен убить животное более чем в 10-15 раз превосходящее его по весу, подрезав ему сухожилия на ногах, после чего перекусив шею или нижнюю часть живота. Иногда отмечались и нападения на людей. Комодские вараны обладают высоким иммунитетом, препятствующим заражению ран. Ученые, исследовавшие этих ящериц, пришли к выводу, что те были адаптированы эволюцией для охоты на карликовых слонов, которые в прошлом обитали на острове Флорес. Слоны вымерли, а вараны остались, нападая на все живое и не брезгуя питаться падалью. А каких еще вы знаете самых опасных ящериц? Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова